Антимайдан, Ютуб. И все, что можно было, накрывали со всех сторон. Мы звоним своим командирам, а у них отключены телефоны. Позже выяснилось, что все командование вернулось в Днепропетровск. Украинские военные уверяют, что не собирались стрелять по мирным гражданам и ополченцам. Якобы служат в территориальных войсках и призваны были охранять государственные объекты и железнодорожные станции. Впрочем, защитники Донбасса говорят, что таких псевдо-невинных боевиков видят каждый день. А ведь эти люди добровольно берут в руки оружие и даже проходят специальную подготовку. У каждого в паспорте вкладка, где указано, что этот человек участник боевых действий. А кто тогда стреляет? Вот сколько пленных прошло, еще ни один не сказал, что стреляет. Никто не стрелял. Откуда тогда трупы берутся? Некоторые военные заявили, что готовы вступить в ряды ополченцев. Командир усомнился в том, что эти люди пройдут проверку и на их совести не окажутся убитые и раненые жители Донбасса. Они нашим костю перебивают пленным. Мы их накормили, напоили колу, сидят, хлебают довольные, счастливые. Отпускаем, да. Кого поменяем на наших бойцов пленных, кого так отпустим, разберемся с ними. Общее число солдат, которые сейчас находятся в плену ополченцев, приближается к тысяче. Защитники Донбасса демонстрируют захваченные трофеи. Бронежилеты, каски и сухпайки. Все иностранного производства. Фильтры для воды, ложка, сок, водой разводится. Это американские сухпайки, которые доблестные украинские силы кушают. Ополченцы контролируют большую часть ранее оккупированных силовиками территорий и продолжают отбрасывать противника на значительные расстояния. Иловайск, где еще накануне шли ожесточенные бои, сейчас находится под контролем ополченцев. Поселок Старобешево, который расположен неподалеку, также полностью защищен от боевиков нацгвардии. Брошена была техника. Они все бежали, побросали свои личные документы, все эти вояки. Сейчас Старобешево под нашим контролем. Уничтожать мирных граждан Донбасса военным помогают наемники, иностранные. Свидетельство тому не только амуниция заграничного производства, найденная на местах боев, но и показания непосредственных участников карательной операции. По словам некогда бойца военного батальона АЗОВ, а ныне пленника, расстреливать гражданское население вооруженным силам Украины помогали представители Швеции и США. Александр Токарев, Любовь Мордовина, Владимир Быков, НТВ. Олево, Владимир Быков, НТВsh印.